Всех приветствую на телеканале НТВ Америка. Меня зовут Ирина Дмитракова и мы продолжаем череду передач. Магазин Санкт-Петербург представляет. Тема сегодняшнего эфира – подарки. Вы наверняка спросите, какие подарки? Праздники новогодние уже закончились. А нет, впереди еще у нас целый год и очень много праздников. Особенно всегда стоит вопрос, что же подарить мужчине? Женщинам проще, легче, нам всегда все нужно. А вот что подарить мужчине – это всегда большой вопрос. Итак, у нас сегодня в студии, как всегда, владельцы магазина Санкт-Петербург Наталья Орлова. Наташ, привет. Добрый день. Да, ну ты слышала, я сказала о том, что, наверное, главный вопрос у нас у женщин – это всегда, что же подарить любимому мужчине. Да неважно, любимому мужчине или просто коллеге по работе, или папе, дедушке и так далее. То есть мы идем в магазины. Я сама по себе знаю, вот так стоишь и думаешь, ну что же подарить. А ведь сегодня такое время, хочется подарить что-то такое полезное, необходимое. Ну и на память, на долгую память. Правда, мы заметили, кстати, и в магазинах, и онлайн люди берут вещи конкретно полезные. Они вот не просто там, ну, чтобы было в доме там, а вот прям звонят и спрашивают. Вот мужчине 50 лет, что ему подарить? Или там, женщине, там, 20 лет, как вы думаете, что подарить? Да, что вы можете предложить, да? Поэтому мы с Ирой решили сегодня показать полезные и нужные подарки. Мы все живем в одной стране, мы все знаем, что сейчас происходит, что развлечений не так много, что концертов, праздников, поездок не так много. Люди много времени проводят дома. Дома с близкими. Игры, настольные семейные игры с древнейших веков всегда были, ну прям, ну я не знаю, самым правильным времяпровождением – это развитие мозгов. Да. Все помним, что нам надо бороться с предстоящими годами впереди. Это большая польза, потому что идет общение в этот момент. И это немножко тренировка адреналина, то, чего всем нам сейчас не хватает. То есть повальные разговоры, что ничего не хочется, что депрессия. Любая игра – это адреналин. Не зря вот, например, шахматы пришли к нам из 14-го, из 12-го века, из Древней Индии. То есть игры прошли веками свое испытание. То есть, ну, нельзя даже тут поспорить. Плюс такие игры, например, как шахматы и нарды были привилегией людей, во-первых, состоятельных, а во-вторых, образованных. Наоборот, наверное, сначала обязательно образованных, состоятельных и философски настроенных. Потому что во время шахмат проверяли IQ собеседника. Есть даже легенда о том, что проверку на игру в шахматы придумал один советник, властителем шаха. Его идея была, что король – это последняя фигура, которая вступает в борьбу, потому что вся борьба идет более мелкими фигурами. И даже маленькая фигура может побить самого короля. То есть это была идея с намеком на то, что король-то он и не всегда король на самом деле. И название шахматы от слова шах – король, хозяин – так и пошло. И потом, в более древние времена, и у древних римлян, и в древней Греции было принято проверить собеседника на его уровень логики, умение смотреть вперед. То, что мы называем сейчас IQ. То, что мы называем сейчас IQ. Сажали поиграть в шахматы или в нарды. Было несколько еще аналогичных игр, но все примерно по тому же принципу. Это фигурки, которые расположены на доске. Да, но в последнее время очень много даже фильмов сняли сейчас как раз про вот этих наших чемпионов по шахматам. Потому что это очень непростые люди. И так интересна логика их мышления, как они делали свой ход. А вот по поводу игр я вспомнила, что когда-то, когда были еще коммунальные квартиры в Советском Союзе, то обычно вечерами на кухне собирались все жители данной квартиры. И собирались за игровым столом. И играли во что? В карты, в шахматы, в шашки, в лото. Да, вот это было очень такое любимое развлечение. Я сама помню, я всегда садилась, была маленькая. И вот смотрела, как бабушка, дедушка, значит, и соседи играли. И вот новый фильм, ты только что сказала, да? Замечательный фильм, это «Шахматная королева». Он тоже замечательный фильм, я считаю. Он дал понять всем, что женщины тоже могут играть в шахматы. Конечно. Потому что считалось это мужской игрой почему-то, да? Но сегодня очень развита секция шахмат как раз и для мальчиков, и для девочек. И я как раз наблюдаю тенденцию, что очень много девочек ходит на шахматы. То есть мы читаем искренне сыро и делимся с вами своим советом, что шахматы, нарды, ну, может быть, шашки для упрощенного варианта, это игра для развития логики, несколько ходов вперед, для развития адреналина, потому что задача все равно быть победителем. Это умение сидеть и общаться друг с другом. Во время шахмат люди какими-то там словами обмениваются. Это не то, что сели, включили сериал по телевизору, вся семья выключилась, открыли рот, еще пиццу упустили по кругу. То есть это даже близко не сравнится с количеством пользы, которое может принести в дом шахматная доска. Да, тем более, что сегодня очень много вариантов подарочных шахматы, там и лото очень красивые и деревянные, и из камня, ну, 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 различные. Я видела в магазине у вас очень такую большую коллекцию, которую вы предлагаете для вот такого, для подарка в виде шахматы. Да, шахматы под бжель, шахматы под хохлому. Есть даже шахматы, они не всегда бывают в продаже. Если вам повезет, их рисуют художники вручную. То есть много ручных шахмат, они иногда пропадают из продажи, потом снова появляются, потому что, опять-таки, они вручной росписи и ручной вырезки, поэтому они могут быть не всегда. И если говорить про конкретно, ну, продажные секретики, да, то покупают люди либо совсем дешевые шахматы, когда дети учатся, легкие, их удобно с собой возить, там, на дачу, на занятия с собой, либо уже, если эта игра в доме прижилась, то покупают подарочные шахматы, которые заслуживают того, чтобы быть всегда открытыми, красиво выставленными. Это декорация в доме, помимо всего. И они вот уже продаются на такой доске красивой, то есть они уже не складываются и не прячутся, они в доме стоят как декор дома, скажем, да? Да, я тоже видела прям специальные столы, огромные шахматы, ну, а еще можно увидеть шахматы на улице. Мне тоже очень нравится, когда, знаешь, где-нибудь в парке стоит шахматная доска, огромная, и большие-большие шахматы. Тоже очень красиво и интересно. Я так понимаю, это нарды. Это нарды, да. Тоже подарочный вариант. Это лото. Лото пользуется невероятным спросом каждый год. Прям вот невероятно. Как начинается зима, начинается покупка лото. И второй этап – это когда выезжают на дачу. Ну, правильно, зимой, когда холодно, что делать, да? Играем в лото, например, на курсе. Да, инструкции всегда вложены. И мы стали привозить в подарочные тоже коробки лото, потому что оно красиво, когда стоит. Это шкатулка бывает, каждый сезон бывают разные подарочные шкатулки. Лото на каждой даче, я считаю, должно стоять обязательно лото на летние теплые вечера за большим столом после обильного ужина и пару бокалов вина с детьми, с мамами, с папами, всей семьей можно садиться играть в лото. Очень азартная игра, вот правда, очень азартная. Ну, вот еще есть игра «Что, где, когда». Да, но игра «Что, где, когда» на развитие интеллекта, как и многие игры по складыванию слов, эрудит. У нас всегда обязательно есть игры для развития интеллекта, для семейного досуга. Есть целый отдел и в магазинах, и на сайте от семейный досуг. Но мы еще раз возвращаемся, с чего мы начали. Шахматы и нарды – это, конечно, короли, короли полезных подарков, если мы говорим, ну, лото, если мы говорим про семейный досуг, про полезный семейный досуг. Да, ну и хороший, полезный подарок мужчине. Вот я сейчас обратила внимание, что у нас как раз здесь, да, стоит подстаканник такой красивый, с чашкой, с ложечкой. У меня сразу ассоциация. Вспоминаю поезда, когда я очень люблю запах поезда, люблю в вагоне находиться и пить чай. И вот эти подстаканники – это все, в общем-то, воспоминания из детства. Ну, конечно. Ну, и подстаканники пришли в Россию, как откуда-то тоже, там, например, с Востока. Я не скажу, что я точно знаю историю, но были очень популярны в купеческих семьях, как долгое чаепитие. Фарфор был не всегда доступен, фарфор был дорогой. Чем ниже по социальной лестнице находились люди, тем меньше шансов у них было иметь дома фарфоровую чашку. Стекло обжигало руки, поэтому появились подстаканники. Но то, что сделал с подстаканниками Сергей Витте, министр железных дорог правительства, царского правительства, ну, можно сказать, что он создал тренд. Голландец по корням своим. Сергей Витте был эстетом, он был министром железных дорог. При нем железнодорожная отрасль России просто взлетела. Это было очень удобно, это было очень модно. Были такие лакшери, целые вагоны, где там, ну, как видели, может быть, в какой-то фильм, это последний, когда царская семья там занимала 3-4 вагона. В одном вагоне спальня, в одном вагоне кабинет. То есть прям железные дороги стали таким самым модным и удобным способом передвижения. Ну, и выезжали целыми семьями. И, конечно, чай подавался только на станциях, кипяток. Поэтому проводники бегали с подстаканниками за кипятком. Уже чуть позже появились вот эти титановые нагреватели. И мы все уже помним наши железные дороги Советского Союза, когда вот этот чай из титановых нагревателей, крепко заваренный и с сахаром, он, конечно, имел действительно необычайный вкус. Я хочу тебе сказать, что буквально недавно я ехала в поезде по России, и я еще произнесла такую фразу «такой вкусный чай!» Наверное, именно потому, что он, хотя самый обычный вроде бы на первый взгляд, но он был такой вкусный. Я сказала, наверное, это благодаря вот этому стакану и подстаканнику. Может быть, я даже тут недавно слышала, что они пытались в России заменить на пластиковые стаканы. И, да, и Министерство железных дорог категорически отстояло стеклянные стаканы для подстаканников. Не, ну, правда, не обжигает. И это действительно замечательная придумка, да. И прекрасный подарок. Вот такой красивый подстаканник. Гениально придумал. Один человек создал бренд для всей страны. А изготавливать их начали на заводе Кольчугиным, с которым мы работаем до сих пор. И тут моя любимая песня про российское купечество. Это металлообрабатывающий завод, созданный, естественно, русским купцом Александром Кольчугиным. Созданный он там в середине 19 века, когда, в общем-то, все создавало, все, что создано купечеством. И Павлов Посад, и Гжель, и Кузнецовский фарфор. Это когда из крестьян переходили в купечество. Взрыв в России всего талантливого, интересного, своего производства. И, конечно, металлообработка была основная задача этого завода. Но Витте разместил заказ на первые подстаканники на заводе Кольчугина. Сейчас уже никто не помнит про металлообработку. Сейчас кольчугинские подстаканники, прям бренд называется, кольчугинские подстаканники. Вот это те, про которые мы и говорим. Ну вот как раз получается, здесь подстаканник с позолотой, а это подстаканник из мельхиора. Из мельхиора. То есть они все изначально из мельхиора и иногда покрываются позолотым или посеребрением. И мельхиор – это сплав меди и никеля. И стекло. То есть все компоненты абсолютно натуральные, ничего не добавлено, вот как делали. Привиты во времена Кольчугина, Александра Кольчугина. Так они до сих пор и делают. И всю Россию до сих пор вот эти подстаканники кольчугинские и обслуживают. Да, ну и сам вот стаканчик тоже, смотри, какой красивый. Стакан делают на гусь-хрустальном. Завод гусь-хрустальный. Либо люди у нас любят покупать знаменитый граненый стакан. Граненый стакан, да. И ставить его в подстаканник. В общем, я думаю, что вкус не сильно меняется. И стакан хрустальный или стакан стеклянный граненый. Но вот сам принцип питья из подстаканника становится настолько модным, что и в Америке, и в России люди, ну, конечно, в основном русскоговорящие, начинают коллекционировать подстаканники. И мы сейчас привозим ручную работу подстаканники авторские. Конечно, они более дорогие, они более изысканные. Начинают коллекционировать. И в отличие от фарфора, где стараются, чтобы за столом стали все одинаковые чашки, подстаканник берут, чтобы каждый раз была новая печать. Вот про подарки полезные у нас есть клиенты, которые каждый год докупают еще один подстаканник. И они принципиально берут новый. Если есть подстаканник с большим театром, то следующий они покупают со спутником. Есть тот знаменитый подстаканник, до сих пор его делают. Когда первый спутник в Советске был запущен, то появился со спутником подстаканник. Их в России так и выпускали под какую-то дату. Вот здесь герб. Герб России. Герб Советского Союза. Тройка. То есть их там большой ассортимент подстаканников. И вот рекомендации, если у вас в доме появился один, докупайте постепенно каждый год. И постепенно вы накроете целый стол к чаю с подстаканниками. Я еще хочу добавить по поводу рекомендации. Дело в том, что мы иногда покупаем подарки. Знаешь, приходим, ну, подарили вроде как бы, ну и хорошо. А вот рассказать, что мы подарили. Вот это обязательно, если действительно приобрели подарок, например, шахматы, скажем, ручной работы. Или вот как мы говорили сейчас про подстаканник. Почему? Нужно рассказать тому человеку, которому вы сделали этот подарок, что это за подарок и почему вы решили его подарить. То есть я считаю, что обязательно, подарив такой подарок, обязательно расскажите историю, почему вы приобрели это и хотите этому данному человеку подарить. Да, действительно, особенно вот эти мельхиоровые подстаканники, мельхиор называют еще немецким серебром, потому что он абсолютно по виду выглядит как серебро. Он и ведется как серебро, он стареет как серебро, иногда чуть-чуть темнеет. На ютубе очень много роликов, рассказывающих, как вернуть цвет мельхиору, чтобы он снова был как серебряный. Но история каждого подстаканника, она уникальна. То есть если вы действительно взяли подстаканник и на нем герб Советского Союза, то не поленитесь просто посмотреть в Википедии, когда этот подстаканник и в связи с чем был произведен. Если это спутник, я вам же рассказала, что это было связано с запуском спутника. Большой театр был выпущен, подстаканник юбилея Большого театра. Если кто-то связан с балетом в семье, то, наверное, приятно такой подстаканник подарить. Конечно, так может быть даже, представляешь, после первого подарка, первого подстаканника, можно начать коллекционировать и уже идти покупать следующие. Конечно, главное этим пользоваться. Не ставить в шкаф, а пользоваться этим каждый день, подавать гостям. С мужскими подарками все понятно, с женскими подарками, тем более впереди сейчас такие замечательные праздники, и 8 марта, и день влюбленных. Сначала день влюбленных у нас будет, потом у нас 23 февраля, потом уже 8 марта, ну и так далее. Что мы можем порекомендовать для вот этих праздников, для как раз в качестве подарка для любимой, для женщины? Да еще любой из этих праздников, что Валентайс Дэй, что 8 марта, все равно как-то получается все время женским праздником. Все время как-то получается про любовь к женщине. Мы ни в коем случае не умоляем мужчин, мы с Ириной не фаминистки, но так получается, что да, получается, что больше дарят женщинам. Поэтому одно из предложений подарков – это вазы. Если вы дарите букет цветов, и если вы еще и живете в одном доме со своей женщиной, то вы знаете, в каком стиле обставлена ваша квартира или ваш дом. Беспроигрышный вариант, конечно, джелевские вазы. Они уникальные, они ручной росписи, это белый фарфор. Они пока по цене, цена-качество соответствует, они не стоят заоблачно, как известные бренды американские, европейские. Хотя там точно такой же фарфор и намного меньше ручной росписи. Вот, слава богу, еще пока они очень-очень доступны по цене. И если вы дарите букет цветов сразу в вазе, то у вас уже, в общем, вопрос с подарком практически и решен. Мы, конечно, продаем и хрустальные вазы, тоже есть отдел хом-декор, где разные вазы. Но вот мое личное мнение, что джелевская ваза удобна в любом интерьере, уместна. Джелевская ваза уместна в любом интерьере, в каком бы ни был стиле ваш дом. Это может быть модерн или это может быть в стиле там олд-фэшн, но она все равно, вот это бело-голубое сочетание, если в нее еще поставите, что белые розы, что красные розы, вот любые, не знаю, вот что угодно, хоть просто веточки зеленые в нее поставьте, оно все будет смотреться дизайнерски. В любом случае ваз много не бывает. Обычно, когда какой-нибудь наступает праздник, день рождения, женщина говорит, цветов столько подарили, а ставить их не во что, да, нет у ваз. Так вот ваза беспроигрышный точно вариант. Подстаканник беспроигрышный вариант, лото и шахматы беспроигрышный вариант. Ну и вот, например, платки, уникальные платки, которые продаются у вас в магазине Санкт-Петербург. И сегодня очень часто можно увидеть, кстати, я когда просматриваю Инстаграм, американские женщины очень любят русские платки. Да, это стало действительно очень популярно. Они не знают слова Павла Фассет, они называют его русский платок. Мы в этом году даже продавали шапки, ну как шапка-ушанка, только верхушка из Павлова-Пасадского платка. И они их сразу стали называть русские шапки. То есть это действительно русский платок, какой бы на нем не был рисунок. Вот, например, на Ирине сейчас платок, на нем такой, может быть, я бы сказала, в восточно-индийском стиле принт. И поэтому замечательно дарить своим друзьям, не говорящим по-русски, не обязательно розы на черном, которые такие у нас кажутся немножко цыганскими, русскими, и их не все понимают. Есть огромное разнообразие расцветок не с розами и не очень привычных цветов. Там у нас сейчас такие фиолетовые, бирюзовые. Да, у вас такие розовые, красивые. Так что совет подарки женщинам, не говорящим по-русски, русский платок – идеальный подарок по качеству. Это натуральная шерсть. Его можно постирать дома. Краски не облезают, не меняются, он не синтетический, он не щелкает, когда вы его снимаете. Эта вот бахрома создает такую особенную нарядность. На вопрос у меня часто мужчины в магазине спрашивают, какой бахромой – шерстяной или шелковой? Я всегда говорю, если на выход, конечно, шелковой. Шелковой. Если носить на каждый день, то шерстяной удобней. Красиво, удобно и полезно. Ну что ж, если вы вдруг живете не в Нью-Йорке, но вы бы хотели приобрести какой-нибудь из перечисленных подарков, то вы можете легко это сделать, зайдя на сайт магазина «Санкт-Петербург». Дарите друг другу подарки. Время проходит. То, что остается в доме, как подарок от любимого человека, от знакомого человека, вспоминается через много лет. Это будет память о вас в том доме, где вы хотите, чтобы память о вас осталась. Дарите друг другу радость. Спасибо.